всем привет вы на канале у скрипника разбираемся дальше с этим автомобилем напомню проблему пинки при повороте направо я ее пару-тройку месяца назад когда покупал она пиналась только направо потом со временем стала еще пинаться прямо когда рушаешь там не знаю метров на 5 не особо чувствительно а 1 2 3 пинки присутствовали ездил я здесь в новой москве по юго-западу где только не был на каком автосервис только не был какой мастер там только не лазил в основном никто не может ничего понять потому что машина крайне пустая нет ни гура не кондера ничего от слова совсем там рейка простая как на жигулях то есть крайне пустая не к чему придраться вот самое интересное что даже чек не горит на многие автосервисы заезжая электрик не отвечает если бы человек горел перед я бы тебе то есть прозвонил этим аппаратом то есть читал ошибки а так даже чек не загорался но благодаря бога вселенную мне послали электрика в гаражах там и меня в области короче приехала к нему я думал что он крайне не найдет он пощупал день 1 2 что-то под капотом полазил подключает прибор показывает 6 ошибок он их сбрасывает я выезжаю она все равно пинается первый день я уехал мы проковырялись ничего не нашли потом проходит два-три дня он не звонит а он не сказал замени либо лямбда зон либо надо вырезать катализатор пробега 60 тысяч то есть на катализатор не особо похоже и самое интересное что мне сказали катализатор вырезать данный момент это вообще не проблема даже денег с тебя не возьмут так как катализаторе находятся частички какого-то драгоценного металла ну я на радость ему приеду вырежу там чё пускай мне новую банку там приезжаем не говорят от 12 до 15 тысяч 12 это если болты хорошо выкрутиться если будут какие-то вопросы будет 15 ну так себе кусается принципе вроде немного 15000 но для эксперимента ради чтобы понимать этот момент нет неохота давать 15000 за того чтобы она завтра снова опиналась напоминаю что мы там заменили гранаты кучу датчиков свечи бронепровода то есть машинка уже встала в копейку чтобы убрать вот эту проблему то что она пинается это упало вот я за я поменял датчик лямбда зона пинки не ушли я звоню электрику или слушай поменял датчик датчик лямбда зон пинается что делать он говорит ванек я нашел чем проблема прилетай буквально сегодня была машина lanus тоже пинки мы ей заменили ей или ему заменили этот бензон насос который качает бензон бензин ну я приезжаю к нему в 7 вечера уже там думаю куда уже там 7 вечера темно мы в потемках с фонариками вытаскиваем поплавок всю приблуду он начинает перебирать время 9 меня уже нервы бьют потому что домой ехать в итоге ставим новый бензонасос новый фильтр выезжаю пинается я масты и говорю ну и чё чувак чем это кажется сделали мы перебрали бензонасос а по сути ничего не поменялось топливный насос как он правильно называется он не горит блин ванеке вправду то есть до этого сделал в машине такие же действия пинки ушли у тебя не уходят он подключает прибор выбивает датчик цепи такая вот приблуда стоит 490 рублей он берет с датчика снимает фишку я завожу поехала выезжая со двора пинки пропали он стал челюсть открыл я сам открыл причем здесь датчик цепи на пинки направо где где логика я не понимаю но вот я проездил 2-3 дня говорю если я без датчика буду ездить то есть загорелся чек он горит единственное что возможно будет перелив то есть перерасход топлива больше ни на что не влияет я 22 лет два дня поездил с чеком пинки ушли буквально только что подключали заново фишку машина снова начала пинаться вот заехал купил то есть я позвонил в магазин там где запчасти на эту машину потому что она очень редкая они очень тяжело найти запчасти мне этот продавец так как мы хорошо общаемся я ему помогаю продавать запчасти кому нужны запчасти назад шанс обращайтесь есть все что-то наличие что-то под заказ отправляем по всей рф вот я ему позвонил говорю слушай так и так датчик цепи он мне говорит слушай он стоит копеечный там 500 рублей горит заедь в любой магазин вас от восьмерки подходит только что заехали 490 рублей пойдем менять попробуем как ты думаешь идет проблема я думаю да илюха за аппаратом вот ну заехал я на днях блин ключик на 8 на 10 на 10 не взял а разводным наверно о удачно заехал я на днях на мойку чтобы помыть движок мне сказали 700 или 800 рублей но единственное хреново то что очередь большая была а так бы без проблем помыли мне кажется для движка хотя не знаю они несут какие-то риски или ответственность есть какая-то если они мне помоют она не заведется вот это проблук приблуда проблуда смотрим есть самое главное что единица совпадает а вот эти номера до если не ошибаюсь ра66 г а это 6-го-го-го-го ши-го-го-го 6 f 30 но этим совпадает номера эти не совпадают по разъему вроде как одинаковую но let's go let's go let's go let's go let's go потом и сейчас пинки уйдут человек уйдет заедем с памяти ошибку сотрем я не знаю здесь какая-то разница у меня был прикол на жиге я попутал первый четвертый цилиндр эти свечи здесь я думал что нереально попутать когда мне электрик еще задал вопрос а ты здесь лазил я говорю ну переподключал то есть не при подключал когда купил новый брак бани провода менял по одному не мог попутать а когда он взял открыл схему это подключение у меня второй попутал был с третьим вот здесь вот вот и вот это вот 3 2 они были местами попутаны второй и третий или короче возле какие-то два были попутаны она вообще но на работу и особо не повлияло небольшая там то есть тупость появилась когда с места рушаешь с прошкребом до закручивать здесь этим машин душу и щеточка есть знаешь для чего эта щеточка или откуда ну видишь я когда покупал мне подборщик ее осматриваю он сказал то что очень плохо видно вин номер это я покупал жидкость и очищал а так здесь был слой ржавчины и он говорит такое ощущение что там завода поржавела за там сколько 10 12 лет поэтому говорит возьми какую-то щеточку когда будешь ехать на осмотр и говорит чтобы можно было на месте чуть почистить вот я естественно щеточку с того момента таки не выкидал но замена произошла да кому интересно вот этот аппарат будет со временем продаваться то есть уже появилась мыслям недорого не продам нормально нормальных денег стоит я ее покупал с проблемой за 300 она без проблем этом под 400 стоит поэтому кому интересен этот аппарат ни единого не единой детали крашеной все вранье пробег уже 60 тысяч то есть машина вот можно обойти посмотреть просто уже появилась эта мысль так как я не могу долго ездить на автомобиле мне горит продавать ее не не только ее у меня все машины больше полгода не держится поэтому кому интересный автомобиль пишите звоните свяжемся подъедете можно подборщиком можно аппаратами мне самому прозванивали аппаратом тут самое интересное что на порогах еще есть пленка я когда я покупал вот здесь была пленка то есть пороги все это родное вот видишь пленка была заводская тут много экспертов которые доказывали то что переварено пленку это можно переклеить но за машину машина за 200000 никто не будет так заморачиваться переклеивать то есть машина вот прям сосочка сосочка но я уже накатался и что-то хочется другое поэтому кому интересно звоните пишите поехали посмотрим не выключаю вместе с это поехали не знаешь кажется вот это вот может влиять то есть здесь же масса по идее но она ржавая на это есть какая-то здесь как будто кисленную немножко можно было бы попробовать зачистить ну на ней же либо ее подкрутить для сразу сейчас руль до упора направо педальку в пол лобовуху тоже в планах поменять камень недавно прилетела педаль еще хреново отзывается но все инки ушли от 0 до сотки за 30 секунд 1 и 3 слушай ну слушай 500 рублей решают вещь кажется надо было гранаты не менять это и гранаты тоже поменял гранат ну гранат в сборе получается это как они там называется шруза полностью в сборе правый подшипник мы не заменили амон стоит копейки полторашку или сколько больше дороже вышла там замена 3 500 из того что надо полностью эту ступицу или как не снимать вот сейчас мне кажется левая сторона начала шуметь надо бы заменять и заменить заменять вот планах ее сейчас полировку сдать либо сдать полировку либо самому полировать будешь полировать можно попробовать все цена вопроса 450 рублей а я уже выкинул в районе 50 вот мне там на протяжении этих несколько месяцев ладно первый раз когда я только ее пригнал из-за того что долгий простой мне меняли тормозные шланг очки по ходу и масла фильтра всякая такая мелочевку хорошо тогда мне меняли потому что машина была после долгого простоя и мне показали шланг очки они были лопнуты тогда я дал двадцатку там запчастями с работы окей потому что после долгого простоя сейчас конечно заезжаешь на каждый из того мне там датчик этот который ошибки считывает подключили покраску отдай полторашку отдай а по факту никакого решения но надо сейчас позвонить ай жалко что ты снимаешь сейчас бы позвонили электрику отблагодарили надо ему теперь будет все макарыч закинуть но все слушаем вопроса нету тачка не пинается чек не горит если на у него у нее есть памяти это ошибка но на особо не понимаю не влияет можно заехать чтобы ее стерли любой автосервис не заедешь чтобы ее стерли так как эту машину опять же это за шанс нету многих программах и и в этот когда считывать а вот в этого электрика как оказался какая-то оказалась какая-то программа но все то что нормальный человеку даже мне электрик сейчас доделайся будешь кайфовать и гражданин на продажу выставлю он не говорит слушай я не понимаю ты промучился три или четыре месяца сначала покупки вы наверное не нормальный нормальный человек когда делает машину кайфует а я когда сделал машину выставляю на продажу пускай другие кайфует а мы дальше будем покупать проблемные и решать это же круто когда есть задачи которые нужно решать что в этой машине решать тут осталось там по-хорошему тонер накинуть в этот видел здесь насколько настолько вам что даже магнитофона нету печки тоже какой печки нет вот печка где-то говорю что еще нет а кондиционера нет я самым тоже можно кондей слушай на напряжно так как как совет кондей лучше машину продать и купить скандин потому что очень не сюда узнал сколько гур стоит поставить сейчас не скажу но там заоблачная цена просто есть машины продать эту добавить и купить допустим у меня нет такой привязанности мне никогда не было привязанности такой бешеных машинам у меня машина была первая мы с мамой и купили семерка ночи топовая была я поставил газ музыку перебрал ее и маме говорю давай продадим мама да нет то есть у родителей нет такого понятия там то есть они там десятками лет ездили на машинах и гримом давай подадим вот мы ее покупали там где не помню за копейки прям за копейки потом курс доллара поменялся и мы могли продать машину и купить там десятку это время давай купим десятки посолиднее смотрится тем жига и покомфортнее мама нет типа вот там не надо блин три дня и мне машина сгорает поэтому может стечение обстоятельств может согласно быть поэтому у меня привязанности вообще нет поэтому этот аппарат уйдет кого-то другого радовать для спокойной езды 1 и 3 для по городу вообще по кайфу тачки поскольку у меня было машин штук 20 может больше вот этот аккуратненько комфортненько но блин хреново то что я вот приедаюсь мне придается и надо что-то менять а так застать на солнышке поснимаем сейчас так будет гореть на солнышке я не знаю неделю или полторы машину не мыл у нас погода сухая пыльная и каждый раз сажать машина напрям грязная снаружи у нас в салоне не особо потому что времени нет все будем возьму сарки снимать как на эту парковку заехать она собора а вон туда можно поехать на ту сторону и офис продаж как раз может этот какое-нибудь помещение купим вот я каждый раз говорил блин вот машина грязная вот машина грязно только что заехали на мойку начали я грязную снимать а машина чистая цвет прикольный то что нет видно грязи на ней если там конечно грязь такая что помидоры садить то понятно что будет видно а вот мелкая грязь как говорится не грязь даже свет включим хотя он там желтый я не знаю нужен не нужен девочка шепчет никогда не было вот этого хатчбека прикольная жопа слушай ну теперь даже движок шепчет осталось только партию и заехать на мойку чтобы движок нам или а так прям тачка космос можно еще для прикола лампочки поменять желтого на синие а синие как это плохо светит конечно если дорогие взять может быть хорошо будет тега это сейчас собьют ну чё скажешь вид имеет она в тени была сучная сейчас совсем вот что за нее еще раз сказать спрашиваю что тебе интересно за эту машину тебе ее продать да не зачем а зачем загрузишь всю свою семью как дашь такая по машинка попалась вообще не проблемная если не считать то что многие жалуются не жалуются что у них проблемные коробки но пока тут фу то наверное если аккуратно ездить за маслом следить масло заменять и если нормальное масло заливать вот я был специализированном магазине если нормальное масло заливать у него хорошая кстати поехала если масло вовремя в ней менять и хорошее масло заливать то пробегает эта коробка ой-ой-ой потому что я ее когда купил ко мне подъехал парнишка я не знаю он горит слушая нету случайно коробки на нее я говорю зачем тебе вот . могу продать тогда чтобы не соврать я ее купил за 270 ко мне подъехал парнишка и буквально первые дни начал спрашивать за коробкой игру слушай зачем тебе коробка вон бери машину и он загорелся такой я бы у тебя ее забрал но когда я ему сказал сумму он чуть-чуть сознание потерял он говорит сколько я 600 почему что-то игры я взял за 600 отдаю ноль в ноль он так стал такой блин говорит машина хорошая но дорога помнишь мы с тобой подъезжали охранник спрашивал машину я бы я купил сколько мы им обозначили 700 я не помню уже понял ладно всем спасибо за осмотр просмотр рад был кому-то подсказать друг кого-то будет такая же проблема может кому-то помог до скорой связи на мятых простынях всем пока